Работник пограничной службы Мексики смотрел хайповый сериальчик. Внезапно на экране локатора появился неопознанный объект. Пограничник поднял тревогу. На задержании нарушителей границы вылетело два вертолета погранслужбы. Возмутителями спокойствия оказался вертолет Каратандера. Продолжение следует... Взрыв. 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 Пограничники начали выходить на связь с сообщением о нарушении границы и приказом развернуться. Маджима приказал пилоту Якудзо ускориться, а Ма-Сити молчуну идти к выходу. Гангстер сказал вертолетчику передать пограничникам сообщение о том, что у них на борту заложники. Пилот сообщил, что пограничникам лучше проваливать, иначе заложникам крышка. Мексиканским пограничникам пришлось выполнить условия бандита. Вертолеты улетели обратно на пограничный корабль. Каратандр похвалил Маджиму за хорошую работу. Не зря он взял с собой молчуна и Ма-Ситу. В скором времени вертолет Якудзо добрался до острова, на котором находилась секретная база клана Неко-Кяця. После высадки молчуна и Ма-Ситу сразу же повели в тюрьму. Довольный драчун. Не переставал играть со своей механической хай-тек рукой. Но в один момент он вспомнил о своем старом друге Малчуне. Для безумного ученого Рика просьба драчуна была сущим пустяком. За считанные минуты Рику удалось определить местонахождение Малчуна. Он был на острове в территориальных водах Мексики. Драчун попросил Рика отправить его на этот остров. При помощи своего бластера Рик открыл портал. Драчун отправился к своему другу. Ученый немного накосячил с координатами. Выход портала открылся над океаном, между двумя островами. Драчуну пришлось выбирать, на какой остров ему плыть. Парень включил вибрирующий режим руки и, как моторная лодка, поплыл в сторону одного из островов. В подвале штаба Якудза жил и работал племянник Каратандера, профессор Дони. На деньги своего дяди, чудаковатый Дони, занимался различными странными исследованиями. Каратандер дал Дони задание. Создать химическую копию корма Hello Kitty. Дони пообещал своему дяде, что решит эту задачу без проблем. А в это время Драчун доплыл до побережья острова. Оказалось, что на этом острове до сих пор живет древнее племя Майнкрафт индейцев Майя. Незваному гостю они были совсем не рады. Драчун понял, что нужно сражаться. Но так засуетился, что вместо боевого режима руки, опять включил вибрирующий. Когда индейцы увидели руку Драчуна, они резко побросали оружие и начали поклоняться ему как своему идолу. Шаман объявил, что пророчество сбылось. Они уже тысячу лет ждут незнакомца с железной рукой, которая спасет их от печали. В тюремной конуре было очень скучно. Майсити захотелось поболтать с Молчуном. Но Молчун ее просто игнорил. Девочку это жутко бесило. Настало время обеда. Якутза принес узникам две миски какой-то мерзкой похлебки. Майсити наотрез отказалась съесть эту вонючую баланду. Громкие звуки из ее живота выдавали сильный голод. Молчун решил поделиться с ней своим загашником. Молчун решил поделиться с ней своим загашником. Молчун решил поделиться с ней своим загашником. к химическому анализу состава корма Hello Kitty. Когда состав оригинального корма стал известен, Донни приступил к созданию дубликата на специальном 3d принтере. Во время печати произошла корма, но Донни решил забить на это, как на какую-то незначительную мелочь. Печать завершилась. Химическая копия корма Hello Kitty была готова. Наступила ночь. Спать на полу Масити было очень холодно, нытье девчонки не давало молчуну уснуть. Он решил укрыть ее своей рубашкой, чтобы бедняжке стало теплей. В деревне индейцев Майя Драчун наслаждался своим новым положением. Тут он почувствовал почет и уважение, которых никогда в жизни не ощущал. Но наутро порядочный пацан вспомнил, что вообще-то прилетел сюда найти своего друга молчуна. Драчун покинул своих почитателей и поплыл в сторону другого острова. В это время Маджима сообщил другим Якудзо о приказе Каратандера устроить праздничное застолье. Якудзо с радостью приступили к подготовке тусовки. Ха-ха-ха! Один из охранников Якудзо на досуге увлекался рыбалкой. Он был очень рад, когда вдалеке увидел очертания какой-то крупной рыбки. Ради такого улова он бросил свой пост и побежал рыбачить. А-ха-ха! А-ха-ха! Рыбак-неудачник ощутил на себе всю мощь вибрирующего режима железной руки дрочуна. Тем временем Масита и Молчун стали находить общий язык. Молчун внимательно слушал грустные истории Маситы. Масита жаловалась ему на своего босса Хидео Миямото. Она рассказала Молчуну о всех унижениях и страданиях, которые причинял ей этот злой начальник. Молчун слушал истории Маситы с пониманием. После рассказа Маситы Молчун взял с пола милок и с помощью наглядных картинок на стене начал рассказывать девчонке страшную историю о том, как Маджима убил его мать. Масита поняла, что они с Молчуном очень похожи и оба хотят мести. Между Молчуном и Маситой стало происходить что-то необъяснимое. Внезапно они стали друг другу самыми близкими людьми. Пока варился праздничный суп с лапшой, застолье бандитов уже началось. Самой первой должна была покушать виновница торжества, кошка Хэллоу Китти. Специально для нее профессор Дони принес свежую порцию химической копии корма. За всем этим действием из кустов наблюдали наши герои. Каратандуру не понравилось, что корм был совсем другого цвета. Дони не стал признавать свой косяк. К тому же кошка съела всю миску и осталась довольна. Каратандр решил перестраховаться и приказал Дони погладить кошку первым. Дони прекрасно понимал, что корм косячный и эффект от него может быть какой угодно. Парень в страхе начал гладить кошку. Хэллоу Китти начала излучать энергию. Вместо омоложения и лечения болезней, кошка превратила Дони в беспомощного младенца. Масита поняла, что с помощью такой баганой Хэллоу Китти можно отомстить своему боссу. Но и молчуну нужно было отомстить Маджиме. В голове Маситы возник отличный план. Масита знала, что листья этого куста обладают сильным слабительным действием. Она подбросила лист в суп с лапшой. Далее по плану Драчуну и Молчуну нужно было пробраться на склад с оружием. С оружием в руках им оставалось дождаться, когда якудзы покушают веселый супчик. Первым суп попробовал Маджима. Вслед за ним и остальные якудзы начали хлебать похлебку. Масита пробралась в покое Каратандера. Босс якудза убаюкивал капризного Дони. Девчонка приступила к боевым действиям. У всех бандитов, кто покушал супчик, резко скрутила животы. Терпеть дело невозможно. Бандиты побежали в толчок. Драчун и Молчун поняли, что настало время атаковать. В туалет выстроилась целая очередь. Маджима, будучи старшей по званию, начал в наглую расталкивать товарищей, чтобы зайти в туалет как можно быстрее. Наступил момент долгожданной мести. В голове Молчуна закрутились тяжелые воспоминания того рокового дня. Молчун зажег динамии и бросил в толчок, в котором сидел Маджима. Негодяй наконец-то получил по заслугам. Молчун зажег динамио, Поехали! 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 Драчун был в полном афиге, когда Малчун заговорил. В этот момент из штаба выбежала Масита с Хэллоу Китти в руках. Но и за спиной ребят уже бежало под крепление Якутс. Драчун принял героическое решение держать оборону. Попрощавшись с друзьями, герой отправился в бой. В покое Каратандера прибежал Якутза вертолетчик. Ему пришлось разбудить босса. Каратандер в ужасе обнаружил пропажу кошки. Вертолетчик начал объяснять, что с острова нужно срочно сваливать. Из-за пропажи кошки Каратандер разревелся как младенец. Малчун и Масита добежали до моторной лодки. В каратандер с младенцем Донии запрыгнули в вертолет. Монкатута! Мощный взрыв уничтожил весь остров. Масита вернулась в офис BioCat Technologies, чтобы вручить кошку своему ненавистному боссу, Хидео Миямото был очень доволен. Босс начал гладить свою драгоценную кошечку. От кошки начала исходить баганая энергия. Мистер Миямото превратился в беспомощного младенца. Масита от всей души расхохоталась. Долгожданная месть наконец-то состоялась. С чувством выполненного долга девчонка эвакуировалась по аэротрубе. И уже в скором времени ехала в кабриолете со своим возлюбленным Казумой, который после долгого молчания никак не мог наговориться. Оказалось, каким-то чудом. Драчуну опять удалось выжить. Он вернулся на остров индейцев Майя, где его почитали как идола. Да и местные девушки от него тоже были без ума. Но это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова